Друзья, привет! С вами Никита, компания SferaCar и сегодня у нас просчет самых популярных кроссоверов. Поговорим о том, какие модели можно привезти из Японии, кто из них лучше по тем или иным параметрам, разберем комплектации и разберемся все-таки, что же произошло у нас с ценами ввиду последних событий. Друзья, прежде всего хочется вас еще раз немножко успокоить. Аукционы в Японии работают, логистика работает, есть небольшие задержки, потому что несколько судов сняли из-за сложившейся ситуации. В мировой политике, но тем не менее, аукционы работают, повторюсь, сюда ходят, таможня таможит, поэтому аукционы Японии это сейчас практически единственный ресурс, откуда еще можно получить качественный автомобиль. Рынки полупустые, дилерские центры практически все позакрывались, есть некоторые корейские автомобили до сих пор сейчас доступны, но все фишки, которыми они подкупали, это программы лояльности, различные кредиты многодетным семьям и прочие классные, кстати говоря, предложения сейчас не работают. Поэтому аукционы Японии это действительно классный вариант, если вы все еще хотите приобрести себе хороший автомобиль. Итак, друзья, переходим к просчету кроссоверов. По статистике прошлого года это второй по востребованности сегмент японских автомобилей. Первый все-таки минивэн. В следующем видео, я думаю, мы разберем и минивэны. Итак, самый популярный, ну может быть не самый популярный, но один из самых желанных хедлайнеров вообще в классе кроссовера это Toyota Harrier. С него я начнем. Друзья, одним из популярнейших кроссоверов в Японии является Toyota Harrier. Самая распространенная его версия это гибридная платформа с двигателем 2,5 литра, выпускается только на полном приводе. Довольно-таки мощный двигатель 2AR установлен, точно такой же, как на гибридных краунах и альфардах. Кстати говоря, вот эти две модели, наверное, которые встречаются на аукционе с самым наибольшим пробегом. Порядка 500-600 тысяч километров они проходят только там. После этого приходят сюда и еще столько же минимум накатывают здесь. Возвращаемся к нашему хорьку. Вот передо мной вариант 2018 года. Версия Progress. Это самая топовая комплектация после рестайла. С пробегом 198 тысяч километров. Машина выставлялась на аукционе с оценкой 3,5 балла. Никаких серьезных замечаний по кузову нет. Сказал бы, конечно, что пробег не маленький, но, повторюсь, возили и с большим пробегом. С учетом всех расходов по доставке и таможенному оформлению в Владивостоке автомобиль обошелся бы в 2 миллиона 936 тысяч рублей. Это 2018 год, я вам повторюсь. Если рассмотреть еще одну версию, тоже 2018 года, комплектация Elegance попроще, но уже с пробегом 60 тысяч километров, оценкой 4. Тем не менее, на машине есть отметки о каком-то косметическом ремонте. Стоит буква W2, значит, есть подкраска. Возможно, это какие-то незначительные подкрасы по элементам, потому что машина на аукционе TAA не получила бы четверку после серьезного какого-то ремонта. Но пробег всего 60 тысяч. Это очень мало для такого автомобиля. Итоговая стоимость в Владивостоке составит уже 3 миллиона 320 тысяч рублей. Следующая на очереди ZSU 65-й это двухлитровый полноприводный кузов без турбины на вариаторе. Это единственная версия Харька, которая работает у нас на вариаторе. Также можно взять его на полном, либо на переднем приводе. Рассмотрим сейчас полноприводный вариант, потому что, естественно, он по востребованию привлекает в первую очередь, конечно, своей стоимостью. Вот вариант также 2018 года с пробегом 88 тысяч километров. Оценка 3,5 у машины была замена левого переднего крыла, небольшой подкрас по левой двери. Тоже можно сказать, что вполне достойное состояние. Комплектация Elegance простенькая, но, тем не менее, это Харьер, друзья. Как его ни назови, все равно это хедлайнер среди всех кроссоверов. 2 миллиона 760 тысяч итоговая стоимость в Владивостоке. И я считаю, что вполне себе приемлемая цена за машину 2018 года. И еще одну версию хочется рассмотреть. Кстати говоря, это той же ZSU-65 кузов, полноприводная версия. Двушка примечательна она чем? Тем, что она идет у нас на обвесах моделиста. Тоже, кстати говоря, для многих это очень и очень весомый аргумент при выборе автомобиля. Потому что многие все-таки покупают машину глазами. Независимо от того, какого класса автомобиля вы берете. Кроссовер, минивэн, седан. Если он выглядит классно, то вполне возможно, что этот автомобиль вам также подойдет. Полноприводная, тем не менее, версия. Двухлитровая, 3,5 оценка, пробег 73 тысячи. У машины была замена по левой стороне. Менялись обе двери, но в целом, можно сказать, что визуальных замечаний никаких нет. Итоговая стоимость автомобиля 2 миллиона 980 тысяч рублей. И еще одна версия. Это турбовая, переднеприводная, двухлитровая. Работает в паре с автоматом. Тоже интересная платформа для тех, кто любит погонять. Но все-таки в качестве кузова предпочитает кроссовер. Вот такая красотка 2017 года. С пробегом всего 30 тысяч километров. Оценка 4, можно сказать, в идеале. Под полную пошлину со всеми расходами в Владивосток залетела бы в 3 миллиона 200 тысяч рублей. Друзья, следующий на очереди один из моих любимых кроссоверов это Subaru Forester. Примечательен в первую очередь своей проходимостью. Потому что это легендарная формула субаруского полного привода. И самый высокий клиренс в классе 220 миллиметров. Вот, например, вариант 2016 года с пробегом 182 тысячи. Оценка 3,5. Есть замена левого переднего крыла, капота. Но я вам так скажу, что все замены, любые манипуляции, которые произведены в Японии, это несравнимые мелочи с теми нюансами, которые происходят с этими машинами здесь. Поэтому можно смело сказать, что машина условно в идеальном состоянии. С учетом всех расходов во Владивосток автомобиль залетел бы в 1 миллион 800 тысяч рублей. Было время, когда такую машину можно было купить в полтора. Но, тем не менее, у нас дешевле ничего не становится. Время идет. Поэтому сколько бы вы за этот автомобиль не отдали, в любом случае это выгодная инвестиция. Потому что цены на эти машины сейчас будут только расти. Следующий форик, который я хотел бы рассмотреть также 2016 года с пробегом 113. Уже чуть поинтереснее. Оценка также 3,5. Но никаких замен, никаких следов подкраса здесь нет. Тоже простенькая комплектация. L-iSight уже идет на линзовой оптике. Система iSight, кстати говоря, одна из самых удобных, наверное, систем активной безопасности. Устанавливается практически на всех современных Subaru. Есть единственная, по-моему, комплектация у форика, в которой нету системы iSight. Это камеры предотвращения столкновений с функцией экстренного торможения. Это камеры контроля полосы и система адаптивного круиз-контроля. Вот такой вариант. 113 тысяч пробег, 3,5 оценка. Во Владивосток 2 миллиона 50 тысяч рублей. Еще один кузов форика, который я хотел бы вам показать, это поколение SK. Самая популярная гибридная версия. Недавно стала проходной, но, тем не менее, уже активно набирает популярность. Всего 10 киловатт гибридной установки получила Subaru. Этого хватило им, чтобы наклеить лейбл гибрид. В гонке технологий это очень весомый факт, потому что это, по-моему, последний концерн, который гибрид все-таки внедрил. Потому что Subaru до этого выбирали не за гибрид, а все-таки за клиренс и за полный привод. Тем не менее, машину такую мы уже привезли. Я на ней прокатился даже. У нас есть на канале обзор или скоро появится. На гибридный форик. Друзья, я скажу, что классно. Машина стала поинтереснее по визуалу. Техничка осталась практически той же самой. Плюс еще десяточка добавилась. Практически та же база, что на Subaru XV стоит. Так вот, друзья, 2018 год. 43 тысячи пробега. Белый перламутр. Посмотрите, какой нарядный форик торговался у нас 22 марта. Практически пару дней назад. Значит, 43 всего лишь тысяч пробега. Оценка RA это значит следы небольшого, либо косметического ремонта. По факту, у машины была замена. По левой части менялось крыло, менялись две левых двери. Стоят единички. По косметике были какие-то подделки, но по меркам нашей страны, уверяю вас, машина была бы в идеале. С учетом всех расходов в 2 миллиона 700 тысяч рублей обошлась бы. Машина в Владивостоке и за гибридную версию это топ цена. Уверяю вас, будет дороже. Поэтому, если вы уже созрели к гибридному форику, друзья, не стесняйтесь, не тяните время, звоните. Звоните в нашу компанию, оставляйте заявки у нас на сайте, оставляйте заявки в социальных сетях. И наши менеджеры вам помогут разобраться с этим субариком. Следующая очередь, друзья, компакт кроссовер. Один из самых, наверное, популярных компакт кроссоверов. Их на самом деле не так много. Компакт кроссоверы это у нас Nissan Juke, самый первый, который появился. Это Honda Vezel на базе Fita. И еще Toyota C-HR я бы к ним все-таки отнес. Но вернемся к самому популярному из них. Это Honda Vezel. Чем машина интересна? Во-первых, тем, что это Honda. А Honda, как известно, дает выбор. Вы можете сделать любой выбор по технической базе. Можете получить ее как на переднем, так и на полном приводе. Хотите гибрид, хотите не гибрид. Гибридные версии идут с роботом. Вы получаете его на двигателе 1,5 литра. Да, и с семиступенчатой роботизированной коробкой передач. Многие все еще ее боятся. Друзья, у нас есть на канале видео, где мы полностью этого робота разбираем в гибрид-сервисе. Специалисты рассказывают, как он устроен. И посмотрев, вы поймете, что штука на самом деле надежная. Просто не все знают, что его нужно вовремя калибровать. Давайте рассмотрим самую популярную версию. РУ-4 кузов это полноприводная гибридная версия. 2018 год, пробег 84. Оценка четверка. Никаких серьезных замечаний по кузову. Это, хочу я заметить, рестайловая версия уже с измененной передней и задней оптикой. Кстати говоря, смотрится ощутимо посимпатичней. С учетом всех расходов во Владивостоке машина оказалась бы в 1 миллион 800 тысяч рублей. Еще один РУ-4 кузов рассмотрим до рестайл 2015 год. Это у нас комплектация X с диодными фарами. На кожаном салоне они также иногда бывают. Здесь у нас идет тряпка. Тоже в зависимости от комплектации вы можете выбрать и отделку, и цвет салона, и различные опции. Чем мне нравится Vezel? Везель тем, что у него на заднем ряду, хоть и внешне он компактный, на заднем ряду у него спокойно могут сидеть 2 или даже 3 взрослых человека и коленками не упираться. Хотя так внешне и не скажешь, машина выглядит-то маленькой. 2015 год, 93 тысяч пробега, четверка оценка. С учетом всех расходов во Владивостоке обошлась бы в 1 миллион 570. И я скажу вам, что цена действительно тоже интересная. Вот еще один красавчик ярко-красного цвета. Ру-3 кузов, это также гибридная версия, но уже на переднем приводе. С пробегом 56 тысяч километров, оценкой четверкой. Зашел бы в Владивосток с итоговой стоимостью 1 миллион 980 тысяч рублей. Ну, чуть-чуть до 2 миллионов не дотянул. Классно, классно. Давайте еще раз смотрим переднеприводную, негибридную версию. Она, конечно, не такая интересная, но есть еще среди наших клиентов до сих пор ребята, которые не доверяют гибридам, которые не хотят робот и которым не нужен полный привод. А кроссовер они выбирают за вместительность, за практичность и удобство по кузову. Также, конечно, повышенный клиренс 160 миллиметров у Везеля. Довольно неплохой показатель. Итак, Ру-1 кузов, 2014 год, 88 тысяч пробега. Оценка 3,5. Незначительные какие-то есть замечания по левой части. Здесь небольшие вмятинки и следы под краса. Но на фотографии этого даже незаметно. В Владивосток такой автомобиль обошелся бы в 1 миллион 720 тысяч рублей. Друзья, следующий на очереди у нас Nissan X-Trail 32 кузов. Этот кроссовер я бы охарактеризовал как самый комфортный, наверное, среди этой всей линейки. То есть, если Forester у нас более сбитый, с направленностью на внедорожье, то X-Trail это что-то универсальное между городским Везелем и довольно-таки внедорожным Фориком. То есть, машина, которая с мягкой ходовкой убаюкивает, в то же время она не расстраивает нас со своими наборами по технологии. Давайте разберем на примере первого автомобиля. Это гибридная версия. 30 кВт гибридную установку получил у нас такой X-Trail к двигателю MR20 на 147 лошадей. 30 кВт довольно-таки ощутимая прибавка. Поэтому, если вы еще сомневаетесь, гибридный либо негибридный X-Trail вам брать, то, ребята, уверяю вас, за гибрид есть смысл доплатить. 66 тысяч километров пробега, 4,5 оценка. 4,5 это значит состояние нового автомобиля, но с пробегом 66. Итоговая стоимость в Владивостоке 2 миллиона 170 тысяч рублей. Это за 2018 год. Уже рестайловая версия с обновленной оптикой и измененной решеткой радиатора. Также, кстати говоря, в рестайле у X-Trail изменился руль, перекочевавший от E-Power. Перекочевавший к нему с Nissan GTR. Многие просто тащатся по этому рулю. Следующий у нас NT32 кузов. Точно такой же полноприводный, но без гибридной установки. Обычный MR20 с обычным Nissan вариатором. Кстати говоря, вариатор здесь идет на машинах с правым рулем. Идет во всех версиях. Вариатор Jatka японский, надежный. Не путайте с теми вариаторами, которые ставятся на леворульные X-Trail, собранные в Малайзии. По ним действительно идет очень много отзывных кампаний. Много было отказов. Праворульные Nissan вариаторы надежные. Можете себе записать. 129 тысяч пробега. Четверка оценка. Но у этой машины есть один секретик. Она красного цвета. Красные X-Trail всегда чуть-чуть подешевле, друзья. Вот такой вариант. 2017 год. Это не проходная машина. Старше 5 лет. Ставим галочку. Зашла бы в 1 миллион 800 тысяч рублей. С пробегом 129 тысяч километров. Оценки четверка. Это, можно сказать, уверенный среднячок по показателям. Еще один полноприводный, негибридный X-Trail. Очень красивого, темно-серого цвета. Я бы сказал, темно-серо-синего цвета. Кстати говоря, Nissan это главный концерн, который самый, наверное, разнообразный по цветовой палитре. Как Nissan Leaf, малыши Nissan Days, Nissan Note, E-Power, обычный X-Trail. Точно так же любое цветовое решение практически можно получить. Хотите строгие, хотите яркие. Так что, друзья, обратите внимание на этот концерн. 117 тысяч пробег, 3,5 оценка. 2017 год. В 1 миллион 680 тысяч рублей обошелся бы вот такой красавчик. Кстати говоря, одним из важных нюансов я бы хотел сказать, что у X-Trail во всех комплектациях будет кожаный салон. Не всегда с подогревом. Есть редкие серии на тряпке, но я своими глазами ни разу не видел. Большинство идет на коже. Я бы сказал, все 99%. Еще один X-Trail, негибридный, я вам покажу. 112 тысяч пробег, тройка оценка, 2015 год. Но очень неплохая комплектация. Комплектация X-Black. Здесь у нас немножко измененные бампера. У нас стоит симпатичное литье. Подогрев передних сидений. Электропривод багажника. Система помощи при спуске, кстати говоря. Вот такой вариант. С пробегом 112 тысяч километров, напомню. Обошелся бы всего лишь в 1 миллион 780 тысяч рублей в Владивостоке. А теперь, друзья, разберем объективно самый красивый. Ну ладно, может быть не объективно, но на мой взгляд, самый красивый кроссовер вообще из всех, которые мы возим с Японии. Вообще-то это компакт кроссовер, сродни Хонда Везелю, Тойота Си Эйчер. Действительно, очень уникальный дизайн у этого автомобиля. Две популярных платформы. Это либо полноприводная версия с двигателем 1.2 турбо, либо гибридная версия 1.8 гибрид на 60 киловатт. Такая же платформа, как на старом добром Prius 30-м. Но начнем по порядку. Вот такой вариант. NGX50 это полноприводная турбовая версия с двигателем 1.2. 71 тысяч пробега, оценка 4.5 комплектация GT. Посмотрите, какой красавчик, какие линии по кузову. И как шикарно сюда входят вот эти черные вставки на бамперах. Есть версии на обвесах, просто вообще бомба. Но так, друзья, к цене. Вот такой красавчик. 2018 год это. Обошелся бы в Владивостоке 1 миллион 760 тысяч рублей. Как вам? Смотрим дальше. Версия NGX10. Это двигатель 1.2 турбо, но на переднем приводе. Вариант интересен тем, кто не хочет переплачивать большую пошлину за гибрид. И кому не важен при этом полный привод. Потому что по визуалу, а я отмечу, это самая главная фишка в этом красавчике, вы получаете все то же самое. Четверка оценка. Пробег всего 35 тысяч километров. Комплектация SLED. Здесь есть небольшие замечания. То есть есть замены даже по кузову. Была заменена правая дверь. Был подкрас по правой двери. Но тем не менее, несмотря на это, машина на строгом тойотовском аукционе получила оценку 4. А это, друзья, что-то да и значит. Миллион пятьсот восемьдесят тысяч рублей. Вы получаете такой CCHR с пробегом 35 тысяч километров. Кто здесь у нас? ZEWI X10. Это та самая популярная версия с гибридной платформой. 1.8 гибрид 60 киловатт. Три с половиной оценка. Комплектация SLED. Такой же, как и предыдущий. Была замена левой двери. Была замена заднего крыла. Кстати говоря, очень интересный вариант. При том, что заднее крыло было выварено по точкам. Да, точно так же установлено обратно. Мы такие машины разбирали здесь. Смотрели, как происходит такая замена. Никаких швов, никаких следов не нашли, если это действительно заводской качественный ремонт. Тем не менее, 65 тысяч пробег. Оценка три с половиной. Во Владивосток обошелся бы 1 миллион девятьсот восемьдесят тысяч рублей. Ему летишка бы поставить понаряднее и просто бомба. Так, ну и вот еще один красавчик гибридный с пробегом 178. Я напомню, что Prius, наверное, это у нас самые вообще рекордсмены по пробегу. Из тех автомобилей, которые мы возим с большим пробегом. Не считая краун и альфарды, которые используются в коммерческих целях по Японии, накатывают там порядка 600 тысяч. Я лично привозил Prius с пробегом 538 тысяч километров. Его здесь отмыли, ободрали Rokal такси и через два дня продали, по-моему, в Якутск с пробегом 82 тысячи. Поэтому там ребята в Якутии сейчас ездят одной рукой, рулят, вторую слезы счастья вытирают. 178 тысяч пробега, три с половиной оценка. 2017 год. Во Владивосток этот автомобиль залетел бы в миллион семьсот девяносто. Практически миллион восемьсот тысяч рублей. Но вы посмотрите, какую красоту вы получаете. Ну что, друзья, мы разобрали самые популярные кроссоверы. Что хочется сказать, подводя итоги? В том, что выбор в Японии есть для каждого. Есть еще варианты, которые мы сегодня не успели посмотреть. Такие как Mitsubishi Outlander PHV. Это самый технологичный на сегодняшний день кроссовер с возможностью заряжаться от розетки. Есть еще его младший брат Mitsubishi Eclipse Cross. Тоже, кстати говоря, довольно-таки интересная машинка. Есть обзор на нашем канале, если еще не в курсе, гляньте. Кстати говоря, скоро появится гибридная его версия. Так что, как только появится, обязательно привезем и снимем для вас обзор. Из того, что мы увидели сейчас, что хочется сказать. Расставляйте приоритеты, друзья. Если вам важен полный привод, если вы рассматриваете кроссовер с тем расчетом, чтобы использовать его по назначению. А именно съезжать с дороги, где-то бороздить по внедорожью. Условно, да, потому что все-таки это не лютый внедорожник какой-то. То присмотритесь к Subaru. Forester, я думаю, ваш вариант. Если все-таки вас интересует больше практичность, экономия, то Vezel, я думаю, вам подойдет, если устроит кузов компакт-кроссовера. И если что-то среднее, то, пожалуйста, Nissan X-Trail. Может быть, у вас есть какие-то свои мнения по этому поводу. Очень много информации по этим автомобилям на нашем канале. Поэтому смотрите, изучайте. Если затрудняетесь с выбором, то обращайтесь в нашу компанию. Наши ребята вам помогут определиться с выбором. Что хочется сказать по ценам. Действительно, цены изменились, они стали больше, если говорить о итоговой стоимости автомобиля в России. Многие из этих моделей подешевели по себестоимости. Сейчас с аукционов они уходят чуть ниже, чем уходили раньше. Но с учетом разницы курсов валют, с учетом таможенной пошлины, выходят в те же, либо больше деньги. Но я так скажу, что цены растут и будут расти. Это, в принципе, закон, который действует у нас всегда в этом рынке, что завтра всегда дороже, чем сегодня. Но я думаю, сейчас, как никогда, эта фраза наиболее актуальна. Потому что у многих автолюбителей выбора-то не осталось. Дилерские центры позакрывались, рынки опустили. И очень многие сейчас ринутся на аукцион. А спрос, соответственно, будет с собой цену расти. Плюс не забывайте, что автомобиль это действительно инвестиция. Тем более машина с правым рулем, которая будет дорожать, независимо от того, купите вы ее или нет. И пускай лучше она дорожает в ваших руках. Так что не тяните, друзья. Обращайтесь. И в заключении еще одна важная мысль. Если вы уже определились с автомобилем, определились с тем, что хотите получить его беспробежным по России и хотите привезти его для себя с аукционов Японии, то еще один важный выбор – это выбор компании, с которой хотите работать. Потому что покупка серьезная. У многих это покупка один или два раза в жизни. Друзья, выбирайте компанию, которая была, есть и будет на рынке. Очень много за последнее время пооткрывалось новых компаний, больших, маленьких. И с наступлением нынешней ситуации многие уже позакрывались, многие поменяли название, переквалифицировались, стали частниками. Кто-то меняет условия, берет полностью предоплату в размере стоимости всего автомобиля или в размер всей ставки. То есть ребята страхуются, кто-то вообще перекратил свое существование. В общем, друзья, у нас все по-старому. Мы работаем в том же составе, по 90-100 заявок каждый день мы получаем и все наши менеджеры с удовольствием обрабатывают. Так что, друзья, не стесняйтесь, оставляйте заявки. Наши контакты будут внизу в описании, а ссылка на WhatsApp вот здесь. С вами была компания SferaCar и до новых встреч!